всем привет вы на канале крипто комманс и сегодня мы посмотрим очень интересный видос от канала altcoin daily замечательных ребят остина и эрона которые каждый день выпускают крутые видосы на английском и собственно один из этих видосов мы перевели специально для вас так что ссылку на их канал оставим в описании подписывайтесь и на них и на нас и смотрите внимательно и так куда мы идем в этом обычном цикле давайте сравним это с тем где мы были когда мы начинали свой канал и я покажу вам что изменилось за последние несколько лет очень много вещей которых мы поговорим я покажу вам несколько видео клипов которые помогут иллюстрировать мою точку зрения и покажут вам куда действительно криптовалюта идут ближайшие десятилетия но вы не можете понять куда идет bitcoin если вы не понимаете где bitcoin был и где он находится сейчас у биткоина есть очень сильная поддержка в районе 58 тысяч долларов и после того как мы снова пошли пробивать 62 тысячи и прогреваться для большего движения я думаю что всем становится очевидно что мы сейчас находимся в подобном цикле как вот здесь и вот здесь видите девяти месячные циклы после каждого пробития all-time high в которых bitcoin вырастал просто в мясо просто в мясо что никто не ожидал что он так вырастет теперь люди которые приходят сегодня в криптовалюту не понимают насколько по-другому сейчас все происходит 4 года назад когда я входил в bitcoin в шестнадцатом в семнадцатом году что-то происходило с сетью биткоина в то время сеть не была надежна и уверена как сейчас мы о ней думаем в то время была война за размер блока и она мелькала у меня на периферии но на самом деле я не уделял ей внимание но в то время была война за то кто на самом деле контролирует протокол биткоина все кто не знает о чем я говорю не переживайте биткоин вышел из этого более сильным и вы знаете то что биткоин доказал себя и был проверен в сражениях и внезапно богатые индивиду и компании публичные компании берут биткоин на баланс и люди которые приходят в крипто сегодня думают что это нормально они думают что paypal покупает продает и защищает криптовалюты это нормально люди раньше думали что правительство или такие сущности как paypal будут воевать против биткоина мы даже не могли представить и подумать об этом в то время а сейчас они поддерживают даже альткоины альтернативную крипту и я имею ввиду что за это время люди думали что это никогда не будет возможно три года назад когда bitcoin был в самом низу на 3 200 им даже объяснить невозможно было почему bitcoin взорвется в течение двух пяти лет и сейчас ребята перед тем как я поставлю вам этот клип я хочу еще сказать что ребят 2017 2018 казалось безумным даже то что братья венклвоз и пытались запустить и т.ф. на биткоина а сегодня goldman сакс джи пи морган все эти ребята получают удобрение найти от биткоина и многие думают что это произойдет в этом году как бы даже если это не произойдет в этом году то я уверен что в следующем и 99 процентов уверен помимо этого я говорю как устоявшиеся системы поддерживают криптовалюты кристис это основное имя в искусстве у которого десятилетия история сейчас они занимаются nfc продают крипто пранков что за дикое время и люди это принимают мейнстрим пресса освещает это опять же я помню в семнадцатом восемнадцатом годах когда был только один nfc продукт на эфире это были крипто котята крипто китис и крипто китис к тому времени когда я на них обратил внимание это уже было начало медвежьего рынка и их назвали провалом 1 nfc игра затормозила всю сеть эфира сегодня так много и на вти проектов которые на эфире они не тормозят сеть у нас есть все эти решения второго слоя прочая история так что давайте заценим уже наконец-то этот клип про coinbase и вы поймете о том что криптовалюта может быть еще очень сильно недооценена ребята как вы наверное слышали ожидается что крипто платформа coinbase станет публичной компанией на следующей неделе с заявленной стоимостью в более чем 100 миллиардов долларов присоединяется к нам сейчас парен боринг основатель и президент палаты цифровой коммерции просто глядя на цифры если вы посмотрите только на рост и если мы спроецируем рост который мы видели в прошлом году на будущее может это имеет смысл я думаю основной вопрос в этом но эти цифры парен прибыль поднялась на 840 процентов за год 1 и 8 миллиарда прибыли за первый квартал против 190 миллионов и доход подпрыгнул до трех четвертей миллиарда долларов с 32 миллионов и потом есть еще активы из-за того что случилось с крипто и в основном с биткоином 223 миллиарда против 90 миллиардов в конце 2020 оправдывает ли это капитализацию coinbase в 100 миллиардов долларов да абсолютно я думаю что coinbase на самом деле недооценен по двум причинам первое это быстро растущие компании заслуживают высокого приумножения и как вы заметили на совещании по итогам на этой неделе мы узнали что в первом квартале этого года их прибыль составила 18 миллиарда долларов их производительность составляет 7 миллиардов и ожидается что они получат от 8 до 10 миллиардов прибыли в 2021 году так что их оценка составит 10 x этого для быстро растущей компании которая год за годом растет на 400 процентов в год они заслуживают более высокого приумножения я думаю это приумножение должно быть ближе к 15 x что приблизит их к оценке в 150 миллиардов долларов быстро растущие компании заслуживают более высоких множителей к доходу но это только первая причина вторая причина по которой я думаю что coinbase недооценен в том что bitcoin недооценен а производительность coinbase сильно зависит от производительности биткоина и bitcoin недооценен основываясь на нескольких моделях на нескольких моделях есть много способов попытаться оценить bitcoin многие из них довольно загадочные но мне кажется CEO coinbase указал на четыре раза когда bitcoin в прошлом шел так наверх и вроде как намекнул что в этот раз он поднялся выше определенного уровня где мы можем не увидеть верхов и низов прошлых лет где мы видели 20000 а потом мы видели 4000 каков вы думаете будет минимум биткоина и я не имею ввиду в этом году а в целом опустится ли он ниже 35000 ниже 30000 когда вы говорите что он недооценен как вы думаете он должен быть оценен вы максималист вы думаете он должен стоить миллион долларов за монету что вы думаете о верхах и низах закон миткалфа говорит что биткоин должен быть ценен в 72 тысячи долларов сегодня закон миткалфа был сформулирован одним из советников совета директоров джорджем гилдером и эта формула которую используют многие инвесторы в области технологии используют сегодня чтобы оценить сеть вы просто умножаете пользователей в квадрате на стоимость транзакции и это помещает вас на отметку в 72 тысячи сегодня другая модель на которую мы смотрим это стак то флоу джо я знаю ты с ней хорошо знаком стак то флоу говорит что биткоин должен стоить в районе от 100 тысяч до 288 тысяч в этом году у нас есть 12 лет данных по сток то флоу для биткоина если вы измеряете это используя доллары стак то флоу соотносится на 94 процента если вы используете золото стак то флоу соотносится на 99 процентов и стак то флоу также говорит что биткоин будет стоить 10 тысяч унций золота в 2029 вот что имеют ввиду люди когда говорят что биткоин пожирает золото перриан один вопрос об оценке coinbase который меня интересует сейчас они виртуально одни в этой нише в соединенных штатах но если вы настроены на столько побычи как я думаю в плане долгосрочных перспектив криптовалют вы наверное представляете как джей пи морган морган стэнли goldman sex мы только что говорили с джей джей киноганом тди амери трейс все допустят эти валюты к обмену и так как это отразится на стоимости coinbase это абсолютно точно влияет на уровень капитализации биткоина и coinbase не единственный парень на деревне кракен сразу за ними и вчера они анонсировали что также планируют прямое публичное предложение в 2018 федеральный резервный банк сейнт луиса опубликовал отчет в котором говорил что биткоин появится как свой собственный класс активов это что происходит на этой неделе придает много веса этому классу активов капитализация биткоина на сегодня составляет 1 триллион долларов капитализация криптовалюта в целом составляет 2 триллиона долларов